Играет музыка Я во всех аспектах переигрываю своего оппонента И после поражения не стремился как-то финишировать Идти лишний раз за руб, потому что все и так шло по плану Нужно было побеждать Нужно было револютироваться, тем более у себя дома Я считаю, что выполнил свою программу Расскажи по поводу титульных амбиций Прошлый свой бой был не очень довольным решением И бой был достаточно равный и достаточно вялый Будешь ли сейчас сразу после победы просить реванша? На самом деле в тяжелом весе сейчас так все складывается Что сейчас будут биться Серега Павлович с Кириллом Сидельниковым Это те люди, с которыми я бы не хотел встречаться Во-первых, они русские парни Во-вторых, мы одноклубники С Кириллом мы в сборной России вместе И дружим мы семьями С Сергеем Павловичем мы в выголосе одноклубники И знаю, что наш руководитель Хабиб Нурмагомедов Он не сторонник того, чтобы одноклубники выступали друг против друга Возможно, что так получится Будет поступить предложение Выступить 93 Возможно, что даже за титул И я могу без проблем согнать И выступить в этой весовой категории Тем более на сегодняшний день Там чемпион Фабио Мальдонадо А как все вы знаете Что у меня получилось В принципе, без напряга выиграть в этом бою Потому что знаю, как с ними работать Расскажи вообще про эту новую моду Сейчас все бойцы из России говорят Я не хочу биться с бойцами из России Я хочу биться с иностранцами Но по факту иностранцев привозят все-таки чуть меньше уровня Чем ребята, которые дерутся в России Почему? Чуть меньше Вот, к примеру, в Fight Night Иностранцы достаточно приличного уровня Очень хорошие Что взять Наш негр там выступал Джонсон Тони Джонсон Как он снес багу Агаева Очень хороший боец Он То, что я видел Он проиграл только Дениэлу Кармей И Чейку Конго В Белатере А так он там всех проходил Он выиграл Александра Вулкова Очень хороший боец Также Дерек Мэйман Он проиграл только Смиренина Раме И Благому Иванову Это чемпион организации И в принципе он бился достойно Просто так случилось Он побеждал Грейсе Наверное, все слышали об этом бойце Я просто все это к тому веду Что по факту Вот сейчас ты топовый боец в Fight Night В тяжелом весе, да? Я скажу так Что все испытывают себя на иностранцах Потому что на сегодняшний день является Лидирующей организацией UFC И многие бойцы, которые выступают сейчас у нас в промоушене Тот же Тайсон, еще другие там бойцы Они все бились в этом промоушене И ребята нарабатывают этот опыт Возможно, что для того, чтобы в дальнейшем Ну на сегодняшний день попасть туда Но Fight Night набирает такие обороты Что возможно, что пройдет 2-3-5 лет И не надо будет никуда бежать Будет такой же уровень классный Как и в UFC Тем более я знаю, что сейчас в Fight Night по деньгам платят в принципе не меньше Топовым бойцам платят не меньше, чем бойцам в UFC Мишань, тогда вопрос Когда ты собираешься вернуться к выступлениям? Это будет в 2017 году или в 2018 уже? Я думаю, что это зависит от интересного предложения Будет интересное предложение Может быть так получится, что еще в декабре выступлю А так посмотрим У меня в 2018-м начале года чемпионат России по плану идет И дальше апрель-май, я думаю, будет какой-то бой Еще пару вопросов по поводу твоей жены Можешь ли приоткрыть завесу тайны, когда выступит она И тоже ждать ли она в 2017 году боя? Сейчас пойдет чемпионат мира у нее в ноябре месяце И возможно, что в декабре месяце она выступит Планы у нас по марине очень простые В России в принципе практически нету бойцов Ну и вообще у нас в России женская матука еще развивается Есть там девочка одна, Лена Джоджо Она там стремится побиться с Мариной Но там все зависит от интереса От Марины зависит, наверное Я здесь большой мотивацией И резона этого боя я смысла, по крайней мере, не вижу Если так случится, что им придется побиться Ну выйдет побьется, у нее как бы проблем нету никаких Интересно, есть ли какая-то дата, но даты никакой конкретной нету? Пока нет никакой даты, но в планах есть Она в принципе готова в декабре выстрелить Но вообще она ждет предложение от UFC Уже туда удочку закидывали Как только ей скажут, мы готовы Она сразу туда стартанет Более чем уверена, что она там шороху наведет Она немножко отличается по манере от меня Она человек, она выйдет, она будет драться Я если буду тактично где-то, стратежно Лишний раз там себе ущерба не вносить А она, ей без разницы Она пойдет как бык на пролом Или как танк И будет ломать и крушить Так что флаг ей в руки Все, и тогда последний вопрос Ты говоришь, что ты такой человек, который мало получает ущерба Сейчас, смотря на тебя, у тебя есть маленькие царапины на лбу И все Вообще чувствовал удары оппонента или нет? Честно говоря, когда я работаю на членоке В принципе, в тяжелом весе мало какие удары чувствую Ну, я всегда чувствую, грубо говоря, чувствую дистанцию Когда начинается какая-то атака Тем более для меня они немножко как замедленные такие И поэтому вижу все удары Абсолютно Дерека все удары видел, все, что он делает Все было вскользь, все мимо То, что там какие-то были черкаши Ну, я их не чувствовал Они для меня никакого урона не принесли Мишан, еще раз поздравлю тебя с победой И рады видеть тебя в клетке Спасибо тебе Благодарю за нашу комплектацию Мишаил